Участники этого мероприятия собрались, чтобы поучиться друг у друга. На базе Ивановского филиала «Ранхикс» проходит первый межрегиональный научно-практический форум экспертов «Национальные цели развития и трансформация муниципальных стратегий-2024». Векторы развития даже самого небольшого муниципального образования должны соответствовать реалиям времени, особенностям региона и общемировым тенденциям одновременно. И всему этому нужно учиться. То, что сейчас идет цифровизация всего нашего общества, и то, что мы сейчас ускоряемся, ну это все прекрасно знаете, это уже доказывать не надо, это уже получается у нас истина. И то, что мы немножко от этого отстаем, и отстаем в том плане, что у нас не хватает иногда информации, как правильно и как нужно это делать. И поэтому такие форумы, их нужно проводить обязательно. И, конечно, нужно обучаться, потому что не стоять на месте нельзя. Эксперты президентской академии выступают научными консультантами органов власти. Работа по стратегическому планированию у соседей, владимирцев, началась в 1999 году. Опытом с ивановцами обменивались уже тогда. «Мы участвовали и в обучении глав муниципальных образований, нас сюда приглашали и в разработке некоторых стратегий, в частности, в Заволжске работали, в некоторых других ваших районах». Безусловно, сегодня у любой территории стратегия развития есть. Речь о том, что ее можно и нужно корректировать, приближая к интересам населения. Вопрос заинтересованности власть и общество друг другом – вообще один из основополагающих на этом форуме. Представители Северной столицы, они, кстати, в числе организаторов данного форума, наряду с Ивановским филиалом, рассказали о своем опыте вовлечения граждан в решение тех или иных вопросов. «Можно привести примеры участия граждан в формировании расходных статей бюджета. На что? Наилучшим образом потратить какие-то средства. Выделение в бюджете определенных средств, которые могут быть направлены на решение не тех вопросов, которые, скажем, депутаты решили или органы исполнительной власти, а путем прямого участия населения посредством опросов в поиске мест применения этого финансирования. Ну, скажем, в Петербурге таким образом были организованы, по результату вот такой коммуникации, были организованы велосипедные дорожки в центре города». Ивановцы, например, имеют возможность выбирать территории для благоустройства. Жители Палиха от начала до конца принимали участие в реконструкции центральной части поселка. Это тоже диалог, в котором каждая сторона имеет определенную ответственность за свои слова. Форум экспертов будет проходить в Иванове три дня. Запланированы дискуссии, круглые столы на разные темы. В числе участников – представители научного сообщества, власти и, конечно, студенты. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.